Уважаемые коллеги, я рада вас всех приветствовать, своих друзей из Ташкента и всех, кого я знаю, и тех, даже кого не знаю, я очень благодарна, что вы сегодня присутствуете на этом авторском вебинаре. Тема моего авторского вебинара – это теоретические и методологические аспекты инновационных технологий в дошкольной образовательной организации. Не случайно была выбрана эта тема, потому что сегодня очень многие занимаются инновацией, а там есть очень много разных толкований, о которых мы как бы и не подозреваем, и не всегда правильно мы трактуем, что же такое инновационная технология, или это инновационная деятельность, или это технология деятельностная, очень много всего. Хотела бы я открыть наш вебинар словами «Мысли правят миром», так сказал знаменитый Платон. Итак, для того, чтобы выйти на понимание, необходимо создать словарики. Я всегда об этом говорю, да, и понятийный аппарат, его нужно действительно со всех сторон осветить, для себя посмотреть, внимательно почитать. Поэтому мы начинаем с определения, что инновация – это нововведение, это то, чего как бы не было у нас лично. Это не значит, что его вообще не было, а это нововведение в конкретной данной образовательной организации. Инновацию Аристотель говорил, что это распутывание мыслей, но это на самом деле так. Есть какое-то непонимание, хочется этим заняться, а на самом деле мысли, вот они такие, знаете, целый клубок, и хочется как-то постепенно их распутывать. Вот так сказал Аристотель, и он прямо попал в точку. ЦЦРУ же рассказал об инновации, что инновация – это раскрытие книги. Да. Неизвестные нам книги. Может быть, кто-то ее до нас раскрыл, а может быть, это вообще авторская инновация, которую вы сейчас создаете в данное время, и для вас она точно не раскрытая книгой в одной и в другой ситуации вполне возможна. Здесь нам необходимо понять, что наши словари толкуют, что инновация – это процесс освоения новшества. Вот новшество может быть в двух хипостасиях, как я уже сказала. С одной стороны, новшество – это когда мы сами создаем новый продукт, и новшество – когда мы берем этот продукт, но для себя мы его еще раньше не осваивали. Вот это надо понимать. Новое введение или инновации, они предполагают переход в одной системы, которая у вас до этого была. Совершенно в иное состояние, да, потому что мы что-то с этим делаем, мы что-то создаем уже свое, или привносим то, чего мы откуда-то узнали, и поэтому мы его обязательно трансформируем под себя. Потому что условия у всех разные, и не может быть нового введения одинаково протекать во всех дошкольных образовательных организациях. Новшества понимают наши методологи, что это новое средство, это новый метод, или это, возможно, новая программа. Вот все три вот этих вот вещи, концептуальные средства, методы, программы, они могут иметь и под собой подразумевать, если вы до этого этим не обладевали, вот именно в рамках какой-то технологии, то это все будет новшество, то, что для вас совершенно новое. Вы можете и сами придумать это средство, и метод, и программу, точно так же ее разработать, и это все будет являться новшеством. Инновационный процесс методологи определили как комплексную деятельность по созданию и освоению и распространению вот тех самых новшеств. Потому что любая технология, инновационная технология, она не может существовать просто так. Ее невозможно просто так внедрить в систему дошкольного образования или в конкретную дошкольную образовательную организацию. Обязательно это будет или средство, с помощью чего вы эти инновации будете внедрять, с помощью каких методов, да, как, каким методом. И в итоге должна выйти или технология авторская, или сама программа. Ну и безусловно, как мы говорим, деятельностный подход или процесс, да, вот как раз мы будем с вами осуществлять инновацию, она происходит в процессе, в движении, да. То есть мы что-то такое новое для себя создаем. Мы продвигаем свою идею. Идею, которой заболел весь коллектив или заболел его руководитель, а дальше она начинает мотивировать руководителя своих педагогов через старших воспитателей с помощью различных методик. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. Поэтому процесс мы его рассматриваем как совокупность каких-то действий определенных в логике, по цепочке, а не просто вырванные какие-то куски из контекста для того, чтобы достичь тот результат, который вы себе как бы видите при разработке той или иной инновационной технологии. Есть такое понимание инновационные процессы, и это тоже все относится к вопросу инновации. То есть вот перед этим на слайде я вам рассказала о трех компонентах, вот есть еще инновационные процессы. Это что такое? Это то, что движет, да, нашу технологию. Это процесс создания, распространения, нововведения инноваций или инновация вообще. Я вам уже тоже об этом говорила. И инновация в данном случае может являться одним из компонентов инновационного процесса. И такое тоже определение дано. Наши методологи дали определение словари, что инновационный процесс – это обязательно некая последовательная цепочка событий. От того, что я придумала или от того, что захотел внедрить наш коллектив, и мы поняли, что у нас появился некий продукт, до этого нам неизвестный. И вот как раз инновационный процесс – это и есть последовательная цепь событий от идеи коллектива или одного педагога до ее реализации. А дальше, естественно, все инновационные технологии и инновационные процессы, они потом перетекают к технологии. И мы, естественно, передаем этот опыт. Потому что, ну, не просто так мы в песок работаем. Мы работаем для наших коллег. Иногда не надо изобретать велосипед. Можно взять эти технологии, которые создал кто-то уже до нас, да, и внедрять их у себя. Но они тоже будут уже потом вашими авторствами, потому что вы точь-в-точь повторить это невозможно. У вас другие условия, у вас другие дети. А если это другая сторона, это другой менталитет. И поэтому ваши инновационные процессы по распространению и созданию уже своей технологии, оно будет именно таким. И такой путь оно пройдет. Давайте рассмотрим с вами особенности образовательных инноваций. Ну, под образованием мы понимаем с вами и процесс воспитания, да, и образования. Ну, и еще есть процесс развития в наших государственных стандартах. Но мы сейчас говорим об особенностях образовательных инноваций. С чем они связаны? Безусловно, с экономикой страны и экономическими процессами. Безусловно, то, что происходит сейчас, это толчок для того, чтобы мы двигались вместе с сообществом, вместе с государством по потребностям, по запросам. У нас есть с вами созданные целые написанные формулы и написаны такие постулаты, какие будут профессии 20-35. Есть перечень будущих профессий. И вот в связи с тем, что вот эти будущие профессии уже обозначены, обозначены они не просто так, а в связи с ростом экономического развития разных стран. И причем это все происходит такими быстрыми темпами. Вот я думаю, что скоро многих учителей, ну, возможно, вот в таком виде уже их не будет. Они могут быть инженерами какими-то, а роботы могут что-то преподавать. Возможно. Но в всяком случае, вот говорят о том, что почтальонов на почте заменят роботы, и роботы войдут очень тесно в нашу жизнь. И тут мы, конечно, понимаем, что если так движутся страны мира и всего мирового сообщества, то здесь нам необходимо, ну, как-то генерировать и создавать какие-то свои новые идеи, да, ставить перед собой новые цели, задачи. Ну, естественно, это все должно иметь под собой некую почву, к чему мы это делаем и зачем мы это делаем, и куда мы двигаемся. И вот чем интереснее и понятнее будут это ваши инновационные технологии и образовательные инновации, они, в общем-то, направлены на ребенка. Они в первую очередь, но для того, чтобы до ребенка они дошли, нам самим необходимо развиваться. А для этого нам нужно понимать, в какую сторону, куда мне пойти учиться, чем мне сегодня нужно овладеть, какими профессиональными навыками, для того, чтобы я имела свое, ну, скажем, педагогическое такое лицо, имидж, да, для того, чтобы использовать и научить наших педагогов, в данном случае, если я работаю и возглавляю там металлическую службу или еще, как руководитель, да, то тогда, конечно, мы говорим о том, что нам необходимо приобретать новые методы, осваивать новые технологии, осваивать новые формы образования. Но иногда я говорю так, что все новое – это хорошо забыто старое. Нельзя стирать все старое. Нужно обязательно нам с вами каким-то образом заниматься комплексированием того, что было и того, что есть, и привнести туда современность. Вот это вот задача сегодня у современных наших педагогов. И, естественно, если говорить о указах президента, то президент нам сказал о том, что нам необходимо саморазвитие. Мы развиваемся в течение всей жизни. Обучение идет у нас сегодня в течение всей жизни, пока мы работаем в области педагогики или в области дошкольного образования. Но в связи с этим, верни мне, пожалуйста, назад, в связи с этим меняется, конечно, и характер образования. А в чем он меняется? Да в том, что педагог не может просто заниматься уходом и присмотром за детьми. У него сегодня тоже появляется другая потребность. Ведь в педагогическом сообществе мы с вами понимаем, что вот если я, как руководитель методической службы, или как руководитель управления, смогу заинтересовать своих педагогов и показать им, что дает педагогу инновационная деятельность, как она даст возможность раскрепостить наших детей, как она даст им получить такие знания, которые сегодня соответствуют современным продуктам. Мы же получаем эти продукты очень быстро, и мы даже иногда не успеваем узнавать о всех продуктах, которые изобретают наши там инженеры или какие-то фирмы или организаторы. В общем, сегодня рынок, он такой разнообразный, и если мы не будем заниматься инновационной деятельностью, то, конечно, мы отстанем очень намного от производителей и от науки. И вот мы для себя как бы разработали такую цепочку инновационного процесса, при котором мы создали PRPRSOO, KDMROO. Что же это такое? Это прикладные исследования. Для того, чтобы заниматься инновациями, необходимо изучить, а что в этом вопросе сегодня есть у нас и за рубежом. Да, надо познакомиться с этими исследованиями. А как к этому пришли ученые? Что есть по этому вопросу? И обязательно мы начинаем с прикладных исследований. Да, мы знакомимся с опытом работы наших ученых. Ученые и, знаете, мы говорим всегда, наука и практика, они неотделимы. Но начинаем мы с того, что знакомимся. Вот захотелось нам вот эту технологию какую-то новую создать. А что по этому поводу, как наши ученые, что они говорят, что дает это мне, как руководителю, что это даст мне, как ученому, что это даст мне, как для развития педагогов, что это даст нашим детям. Ведь все направлено, в общем-то, туда. Следующая R цепочки – это разработка. Разработка алгоритма, как мы это будем делать. Где мы это будем искать. Что мы именно будем искать. И порядок определенных действий. Проектирование. Ну вот тут целый проект можно сделать. И у нас в этом плане Екатерина Кудрявцева. Она недавно давала и ментальные карты, рассказывала, и интеллект-карты. Вот как раз это к вопросу проектирования. То есть создание проекта некого. Как? С чего мы начнем? Где у нас какие этапы будут? Сколько таких этапов будет? И что на выходе мы получим? Вот это и есть проектирование. Затем происходит строительство самого образования. Процесс, как будет происходить. Что мы внесем? Какое изменение мы внесем в систему или в структуру образовательную? В каждом конкретном случае, в целом в учреждении или в саму систему образования. Если мы это занимаемся глобально в большом масштабе. Следующий у нас пойдет с вами ООО. Это освоение образования. Ведь никто не знает, что получится. Поэтому мы, так же, как и, знаете, как хирурги, идут на ощупь, правда, они знают, где органы находятся. А мы в системе образования, зная академическое и получив академическое образование, мы осваиваем еще иную сферу образования. Инновационную, так называемую. Мы не знаем, а что получится. А может быть, вот мы работаем, работаем по этой инновационной технологии, а она не дала нам того эффекта, и мы, возможно, что-то сделали не так. Или не те средства использовали, или не тот метод мы использовали. Или неправильно мы спроектировали, мы, может быть, где-то нарушили эту цепочку. То есть тут много может быть причин для того, чтобы освоение образования должно стать качественным. Вот именно ваши технологии, инновации, которые вы для себя решили реализовать в организации. Компетенция дошкольников, она сегодня обозначена в федеральных государственных образовательных стандартах и стандартах других стран. А у некоторых, ну, в общем, есть и ПИЗы, есть и разные международные такие, да, у нас стандарты. Поэтому у нас это компетенция дошкольников. Ребенок нам ничего не должен. Но компетенция мы формируем у ребенка в ходе любой абсолютной деятельности. И если мы с вами занимаемся инновациями, а, они не должны быть во вред ребенку, это однозначно. И, б, у ребенка происходят изменения. Если таких изменений не происходит, то во имя чего тогда такие инновации и столько трудозатрат мы будем вкладывать в наших детей и в наших педагогов? Затем мы, конечно, проводим маркетинговые исследования. Конечно, сегодня маркетинговые исследования, и многие получили уже образование по маркетингу. И мы знаем, что это наука, которая необходима нам для того, чтобы продвигать инновационный процесс. Без него мы никак не можем. Возможно, маркетинг, он нужен и для того, чтобы не всегда у нас есть такие кадры. Да, я посмотрю, а где я могу еще взять кадры, которые мне нужны при, допустим, погружении в эту инновационную технологию. И я могу изучить вот этот вот рынок и посмотреть, что мне это даст. И есть ли аналогичные проекты, потому что вот сегодня мы будем говорить о квантуриуме для дошкольников. Я думаю, что пока это стадия только развития. Мы вот уже как бы второй год, мы начинаем будировать эту тему и работаем в этой теме. Но я вам хочу сказать, что вот в рамках академической площадки Академии социального управления образования, мы там будем пять лет в этой академической площадке работать. Конечно, за пять лет, я думаю, что мы качественный продукт создадим. Но во всяком случае мы надеемся на это. И мы вам предложим уже на выходе продукт. А там уже вы будете разбираться, как это интересно и насколько это нужно. Ну вот буквально недавно у нас тут проходил семинар один. И Лидия Владимировна у нас показала, что такое занимательная математика. Как можно в математику играть. Как можно полюбить эту математику, которая действительно, она становится волшебным. И она, вы знаете, она затягивает ребенка от этого волшебства. Потому что вроде бы как бы квадрат. Вдруг, когда его разрезаешь, он превращается в другую некую фигуру. А потом еще разрезаешь и еще какая-то фигура становится. Но это, конечно, это, знаете, вот из области волшебника и из области того, как дошкольнику показать математику. А не сажать их за столы и учить количественный состав числа. Мы работаем по программе вдохновения, поэтому у нас немножко другой подход к детям. Следующее распространение образовательного опыта. Естественно, если мы создали продукт, то не будем же мы держать его у себя на полке. Обязательно мы будем делиться с коллегами и мы дадим готовый продукт. А уже дальше это ваше право, как вы его будете применять, если он вам необходим. И у вас есть такие условия. Для любой инновации необходимы условия. Причины инновационных процессов. Знаете, это может быть и проблемная ситуация обучения. То есть, вот, ну, много разных курсов, много разных семинаров, вебинаров. Теперь и выезд зарубежный тоже достаточно открыт для многих людей, да. То есть, есть недорогие поездки, образовательные туры и так далее. Но не всегда ты можешь найти вот эту вот, как разрешить эту проблему обучения. Потому что появляются новые продукты, а если они появляются, то, естественно, кроме автора, кто тебе так расскажет, можно объехать 150, но они сами не готовы ответить. Но авторы, это, ну, как бы люди, профессионалы в своей какой-то отрасли, но никак не дошкольной, да. Но создали они некий контент для дошкольников. А что с этим делать, вот тогда и появляется проблемная ситуация обучения. И тут мы вместе с авторами-производителями стараемся разобраться в этом новом продукте. Мы их приглашаем, они у нас работают. И вот эта ситуация обучения, мы понимаем, что люди, желающие пойти по нашему пути, вот уже сегодня очень многие практики, буквально вчера была на финансовой и экономической грамотности в одном из отделений школы 1748 вертикаль. И они тоже говорят о том, что необходимо для нас, для тех, кто хочет познакомиться с этими технологиями, они будут открывать курсы повышения квалификации. Потому что у них как полигон, они уже это освоили, они знают, как к этому подойти, как правильно через игровые приемы и игры, как их создавать, на что они должны отвечать и как они должны ложиться на наш образовательный контент. То есть вот сегодня мы говорим, что одна из причин – это проблема, проблемная ситуация с обучением, да. И ее можно решить вот таким образом. Дальше причинами инновации, инновационных процессов является сама организация педагогического процесса. Вчера тоже встал такой вопрос, а в какое же время им играть, а когда же они будут заниматься? Но у нас с вами определено так, что это непосредственная образовательная деятельность. А ведущая деятельность – игра в дошкольном возрасте, и поэтому играть можно в любое время. Хоть на прогулке, хоть утром, хоть вечером – не имеет значения. И если эта игра влечет ребенка, то, конечно, ребенок, ну тут вообще ограничений как бы нет. Надо просто посмотреть, куда встроить вашу инновационную технологию. И она очень хорошо там ложится. Потому что одни говорят, что времени не хватает, а не надо не хватает. Вот вместо того, чтобы дети просто сидели за столами, в это время дети занимаются экономической игрой и знакомиться с валютой разных стран мира. Ну, например, как это было вчера. Дальше мы говорим о причинах, это требования общества, и об обществе я уже говорила, и о социальном заказе тоже. Это от родителей идет у нас социальный заказ. И сегодня, в общем-то, у нас много что идет от родителей, и от тех условий, в которых в мегаполисе мы с вами находимся. Есть определенные требования, есть определенные направленности в школах, да. И мы стараемся подстроиться под заказ этот социальный. Что же такое еще за одно понятие элементы инновации? Инновация сама по себе, она не может быть просто пустой, да, у нее есть своя структура. Так вот, элементы инновации. И мы говорим, что первый такой элемент, это понятие сама инновация. Это результат, когда мы сами заканчиваем научное исследование и на педагогах, на педагогических кадрах, и дети. Мы тоже смотрим, как дети продвигаются в этом продукте, да, в этой технологии. Дает ли она то, о чем мы себе как бы решили, что вот это именно мы будем формировать в наших детей в ходе инновационной деятельности. И вот это для нас очень важно понимать. А педагог изменился? А смог он изменить наших детей, воспитанников? А что у них изменилось? Ребенок нам ничего с вами не должен. А вот мы выстраиваем таким образом инновацию, чтобы вот эти наши научные, ну скажем, подходы, да, или те научные постулаты, которые мы хотели бы вот в этой технологии разложить и увидеть, сможем ли мы их сформировать, прежде всего, у педагогов, а уже педагоги потом у наших воспитанников. Дальше мы смотрим элементы инновации, как результат внедрения нового знания. Тут, по-моему, ну это просто очевидно. Если педагог занимается просто присмотром и уходом, то, естественно, ни о каких новых знаниях у него речи быть не может. Но как только педагогический коллектив, творческий, и ему, как говорила в свое время, ну я считаю ее для себя учителем, Вера Григорьевна Алимовская, она сказала, что вот тогда тесно в своих вот этих штанишках, и нужно выпрыгнуть из них, потому что педагог уже стал творческим, он уже все осунул в свою программу, и тогда у него возникает потребность. Вот ему тесно там, вот в этих рамках, и он хочет для себя познать что-то новое, внедрить эти новые знания, которые он будет осваивать, потому что обязательно процесс обучения должен пройти педагог. Да, через разные формы методической работы, сегодня мы тоже о них с вами поговорим. Ну и есть такое понимание, как диффузия инновации. Это процесс распространения, который уже когда-то кто-то освоил и реализовал эту инновацию. Вот там может быть диффузия инновации. То есть оно нормально, оно ложится, и тут, ну, как бы сказать, что это при условии, когда вы используете чью-то, а не создаёте сами инновации. У нас в инновационной деятельности есть такой компонент, как мотивы инновационных процессов. И о мотивах уже частично мы с вами говорили, это о социальном заказе, о потребности и запросах семьи. Мы говорили о том, что у нас меняется законодательная и нормативная база, меняется сообщество, у нас очень часто вносятся изменения, появляются новые законы в области образования, да, новые требования какие-то. И, естественно, вот эти нормативные документы, они тоже нам говорят о том, что это один из мотивов, ну, для зарождения инновационных процессов. Достижения современной педагогики, психологии, социологии, волеологии, любых абсолютно наук. Науки не стоят на месте, есть у них, конечно, основоположники. Выгодского никто никуда не делал, весь мир работает на его постулатах, да, которые в течение своей вот такой вот творческой жизни, хотя и короткая была жизнь, но человек создал просто уникальные подходы в области психологии к детям дошкольного возраста, такое понимание, как зона ближайшего развития. Мы много о ней говорим, но вот если внимательно познакомиться с трудами Льва Семеновича Вогоцкого, там он много говорил и об игре, и о том, как это все возникает, почему ребенок, вот именно это его зона в ближайшем развитии, и когда она поменяется, в какой период, или ребенок еще остается в прежнем кризисном возрасте, конечно, это новое образование. И естественно, если мы не будем отслеживать науку, которая и предыдущая, и современная, то, ну, мы с вами, наверное, не увидим вот той вот новизны и того, что есть последователи этого ученого. Вообще наука – это бесконечно. Вся жизнь обязательно кто-то продолжает твои научные изыскания. Педагогический опыт. Да, у некоторых уже, например, коллектив уже все разные. Есть педагоги, которые уже работали, или у вас до этого был опыт работы в инновационном режиме, или они пришли уже откуда-то с таким опытом, и вот этот педагогический опыт, его необходимо тоже учитывать, как один из мотивов инновационных процессов. Не может человек просто так ходить на работу, и не хочет он просто так получать заработную плату, а хочет ее зарабатывать творческим своим трудом. И тут у него пошел, как говорил Владимир Мальчик, мышлю и мышлю. Вот то же самое примерно и так. И, конечно, творческий опыт руководителя и потребность всего педагогического коллектива в творческом поиске. Один человек не сможет работать в условиях инноваций, инновационных технологий, инновационных процессов. Ну, вот для себя мы увидели и как бы выстроили такую вот лесенку, которая перед вами. Это мы определили основные направления инновационных процессов. И что же здесь нужно? Естественно, как только что-то появляется новое, то в области управления тоже происходят изменения системы управления. До этого мне не нужны были никакие творческие там группы, создавать их не нужно, и разрабатывать не нужно, никакие локальные акты. Но с инновационными процессами, с введением их, естественно, меняется и роль руководителя. Создание новых видов, возможно, дошкольной организации, изменение статуса. Все возможно. Сегодня это может быть и стажировочные площадки. Ну, статус может быть разный. Если вы взаимодействуете с университетами, значит, у вас там может быть или академическая площадка, как у нас, или инновационная площадка. Мы и то, и то, и только при разных университетах мы являемся и в двух площадках работаем. Внедрение инновационных программ и технологий и систем. Вот системы гораздо сложнее, потому что это более масштабно, чтобы вы понимали. Прежде чем к системе перейти, ну, я думаю, надо хотя бы одну технологию как-то быть, так, чтобы она давала какие-то вот результаты, хорошие такие положительные результаты, чтобы к ней был прирост ваших каких-то там знаний и апробаций. Потому что точно, 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 я вам уже говорила, повторить это не сможете. Ну, и тут, конечно, мы понимаем, что когда мы берем вообще в целом систему, ну, это очень глобально и должны быть очень хорошие кадры. И вот в педагогическом коллективе, естественно, должны быть люди, которые имеют ученую, научную степень, да, или ученую степень. Изменения, внесения и условий. Если мы вводим технологии, вводим какие-то или работаем в инновационных процессах, мы меняем условия, да, конечно, а как же? Это же совершенно другая среда, это совершенно другой, как бы, уровень этой среды. И если мы вводим технологии, то она обязательно должна быть отражена в нашей среде, там, где ребенок-дошкольник работает с этой средой. И она изменяется, эта среда, в зависимости от того, какую технологию вы себе внедряете в своей организации. И изменение содержательно-образовательного процесса, оно, безусловно, влечет все последующие направления. То есть, как только мы теоретически все освоили, мы теперь понимаем, что это нужно вводить как контент в образовательную деятельность среди наших воспитанников. Как это сделать? Ну, это вот можно попробовать очень много разных форм, при которых мы будем осваивать вот эти вот изменения. Это может быть и в повседневной жизни, это может быть и в непосредственной образовательной деятельности, это может быть и в системе дополнительного образования. То есть, тут, как ваш коллектив сработает, но то, что изменение содержания воспитательно-образовательного процесса обязательно претерпит изменения, и среда сама поменяется, как условие, да, это вот однозначно. Вот такие направления мы разработали. Виды образовательных инноваций. Ну, их можно определить по направленностям, да, и по уровням. У нас есть общие концепции образовательного процесса, это методологи у нас дали нам такие определения. Есть частные авторские разработки, то есть, когда один педагог разрабатывает, да, такое тоже встречается у нас. И есть понятие административных инноваций. Тоже руководитель разработал свой ресурс управления людьми, а почему нет? Да, и вот эти вот виды, они существуют. По уровням это могут быть и федеральные, и национальные, и региональные, и международные, и отдельная сама дошкольная организация. Это, значит, возникают образовательные инновации, они могут возникнуть совершенно стихийно, вот сиюминутно возникло. Вот необходимость, вот что-то появилось, то, чего до этого не было, и вдруг все загорелись, да, вот людям донесли, педагоги увидели, услышали, да, говорит, давайте будем. Ну, это примерно как со мной случилось, когда я слетала в Италию, увидела Реджо-подход и сказала, прилетев сюда, в Москву, я, выйдя на работу, тут же создала черно-белое ателье по Реджо-педагогике, ну, по его отдельно, только отдельно я взяла пока что одно ателье. Ну, сегодня у нас уже и второе ателье работает, это живые организмы, и дальше будем мы работать, потому что вот в ближайшее время, я знаю, что будет создана ассоциация вдохновленных Реджо-педагогов в Москве или в России, в России, я так думаю. Поэтому вот будем работать в этом направлении, но это стихийно, это я увидела, и я поняла, что это дает детям, что это дает педагогу. Это совершенно другие педагоги становятся, они дают возможность этим развиваться, если мы берем подход Реджо-Эмилио. Это что-то уникальное, и там есть свои постулаты, есть свои принципы, и основатель Реджо-педагогики Лорис Малагуцци, вот вы знаете, уникальный был человек в своей жизни, и он прославил свою страну на весь мир, и многие страны мира пользуются в работе именно Реджо-подходом. Идеологический вид образовательных инноваций, ну тут вот, вы знаете, он обычно вызван особенностями современного мира, да, вот, например, это, ну вот, если мы возьмем Энжи Плей, ну, наверное, вот это вот как раз история идеологического, да, когда в Китае вот необходимо было сделать так, чтобы вот дети развивались, ну, а там придумали целый контент вот этой технологии, и педагог, который это придумала, и сейчас в Китае внедряется и в Россию, у нас тоже уже есть новая школа, которая пошла по этому подходу, ну, вот она вообще получила правительственную награду, Энжи Плей. Значит, виды образовательных инноваций, они осуществляются на основе уже имеющихся методов, но проходит некая модификация этих методов, потому что что-то вводится новое, новое того, чего не было. Поэтому вот мы можем тоже сказать, что такое может иметь место быть. комбинированное, это когда у нас смешанное с вами, и то, что у нас было, и новые платформы, которые мы разрабатываем в условиях инновации, да, или абсолютно новые, вот просто новые, но мы можем это все скомбинировать, вот это и комбинированный вид. И ориентированные, ну, например, это мы сориентировались на промышленное производство, когда увидели оригинальные конструкты, ну, как всегда, это я все вижу, да, вот меня познакомили с производителем этого нового продукта, картонного Йохо Куб, и вот мы задумали, что мы сможем создать и работаем в условиях инновационной площадки и академической площадки, и тут мы сориентировались на разработку авторских двух технологий, это Steam Йохо Куб и Кванториум Тельдашкольников, потому что очень много всего интересного кванта приобрели сюда для работы с детьми. По масштабу инновационные процессы, они бывают разные, они могут быть локальные, это частные, единичные, они могут быть модульные, и входить в блок программ, которые вы уже реализовываете, да, и осваивается туда новая программа, она комплексирование происходит, этой модульной программы, она встраивается в вашу образовательную программу, она может встраиваться в основную образовательную программу, как региональный компонент, и так она может быть встроена, а может быть встроена в ту программу, которую вы реализуете как базовую, примерно основную общеобразовательную программу. И то, и другое все возможно. И мы говорим о том, что по масштабу инновационные процессы бывают системные. Это когда действительно организация творчески работает, она предусматривает вот эти внутренние изменения, изменение статуса учреждения, она хочет выглядеть по-другому, по-иному, она может иметь большой инновационный потенциал и быть полезной не только для себя и ближайшего окружения, но и для России, скажем, и за рубежа могут приезжать к нам. Уже сейчас ведутся такие разговоры, чтобы опять в Россию приехали на обучение и знакомство с разными нашими технологиями. У нас очень много творческих людей в России, ну и везде, в общем-то, есть такие творческие люди, можно есть и обогащаться друг за счет друга и брать себе на вооружение в педагогическом процессе эти технологии. Дальше мы говорим о том, что существует обязательно, как в любом продукте, в любом товаре, есть жизненный цикл инноваций. Сначала с чего начинается? Вот я увидела, у меня возникла идея. Дальше я попробовала сама сначала, я попробовала освоить эту идею, что у меня из этого получится. И прежде чем ее дать педагогам, я сама ее хочу прощупать, а нужна ли нам вот эта вот новая идея или новая технология. Потом мы начинаем насыщаться. Мы разрабатываем, педагоги работают, я там создаю что-то методическое, все вместе у нас творческий полет, мы вот насыщаем, 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 отдаем ее обязательно уже детям, и дети осваивают в том варианте, и мы скорректировали, а потом начинается как бы опять обыденная жизнь. То есть мы все освоили, мы прошли весь этот путь, мы запустили весь этот цикл, и тут мы говорим, что это рутина. То есть уже все, эта вот история прошла. Но тогда, когда на полном объеме уже действительно на самом деле прошла. Потом опять наступает кризис в инновациях. То есть мы все сделали, а дальше что? Нам так кажется, или на самом деле мы так это сделали. И потом наступает финиш. Но как только мы что-то новое увидим, у нас опять появляется не режим функционирования, а режим развития. Поэтому режим развития и режим функционирования неплавно все время у нас перетекают. один в другой. Иначе, если будет только режим функционирования, это неинтересно. Это просто присмотр. Компоненты инновационной деятельности. Вот методологи их видят такими, что обязательно есть структура, есть функция, есть критерии, есть уровни. И они у вас представлены здесь на слайде. И я не буду на них особо задерживать ваше внимание, потому что у вас будет слайдовая презентация, и вы спокойно это все прочитаете. Что же за критерии мы тут определили наши методологи? Что это обязательно новизна, что это творчество, без этого никуда. Что это технические некие, овладение техническими способностями, навыками и так далее. Это, как я говорю, нужно еще вот так унуться, прогнать это все, посмотреть, как это все работает. А работает это и так, а может быть дети вообще вам по-другому дадут видение внедрения этого продукта. И такое тоже может быть. В структуре, безусловно, мы говорим о том, что обязательным компонентом в структуре будет рефлексия. Мы делаем, делаем, делаем. А что мы делаем? А это нужно и необходимо. Ну вот, мы как бы взяли за основу таких, тоже, когда знакомились с подходами к инновационной работе в инновационном режиме, взяли для себя шесть тезисов в работе, с которыми мы сейчас в данное время работаем. Но прежде всего это вот возвращение к основам. То есть мы не можем на пустом месте создавать инновации. Уже что-то было до этого, иначе вот с пустоты начинать нельзя. Поэтому мы говорим, вот у нас есть база. База у нас такая, что все педагоги имеют высшее образование, что есть уже у кого-то опыт работы в инновациях, еще что-то такое. И вот обязательно опираемся на основу. Затем мы говорим, что следующий тезис в нашей работе был, это использование разных ресурсов. Все ресурсы, которые есть, их нужно посмотреть, их нужно с ними познакомиться, попробовать, почитать, поездить, посмотреть, по выставкам, везде. То есть ресурсы, вы знаете, сейчас только ленивые могут не найти себе ресурсы. Они везде и всюду. И надо брать из разных источников и посмотреть, что работает. И где действительно вот ответ на ваш вопрос, который вы себе задаете. В каком ресурсе вы его найдете? А найти его однозначно можно. Как и у нас, так и за рубежом. Мы говорим о том, что мы уходим от стереотипов. Да, когда внедряется инновация, стереотипы не всегда подходят. Там что-то нужно поменять, там нужно что-то внести, там нужно что-то сделать по-иному. А как подойти к ребенку? Как его замотивировать? Как ему не навязать, а предложить? Предложить новой совершенно вид деятельности, с которым он до этого не сталкивался. И, конечно, тут сразу мы говорим о приоритетном развитии творческого потенциала наших педагогов. Как только педагоги сами начнут быть такими творческими, креативными, еще как я их называю, то тогда, конечно, и у детей сразу они видят этот огонек педагога, и они тоже получают этот кураж. И они пробуют это все. И не говорят, что нет, у нас не получится. У кого-то, может, сразу не получится, но потом обязательно получится. Если педагог правильно создаст педагогическую поддержку внесения новых каких-то процессов. И, безусловно, мы говорим о таком тезисе, что для педагогов это возможность услышать друг друга. Ведь все же по-разному. Не может быть одинакового прохождения инновационной технологии во всех абсолютных группах. Педагоги все разные. Даже в одной группе работают два педагога. Они разные по типу нервной деятельности. И поэтому у них у каждого будет свой результат. Но каждый это сделает так, как не сделает другой. А если они будут обогащаться друг за счет друга, вот это вот пилотаж. Это здорово получается. Это действительно умение слышать друг друга. А вдруг моя коллега говорит то, чего я еще не знала. А я и не могу все знать. Я и не знаю то, что будет дальше. Потому что это инновационные процессы. Их надо все время проживать и каждый день в них выживаться, в эти процессы. Что происходит? Какой результат получила моя коллега? А что я получу, если я еще что-то добавлю свое? А может быть у третьего педагога что-то не получается? А как сделать так, чтобы она вышла на наш уровень? Вот это все как раз мы подходим плавно к шестому тезису работы в дружной команде. Один в поле не воин, но если мы вместе, то мы сила. Мы сможем многое сделать. Следующий такой вот, скажем, следующим компонентом мы разработали алгоритм инновационных идей. Как возникли у нас идеи? У нас была некая ситуация, да, инновационные идеи. Вот ситуацию в данном случае я увидела, да. Потом я понимаю, что это проблема. Где это все взять? Как мне научить педагогов? Что мне нужно сделать? Как мне создать творческую группу? Как мне войти так, чтобы не навредить детям? Как туда войти в эту среду? Как ее изменить? Это все проблемы после ситуации. А тысячу вопросов я себе поставлю. И только потом будут у меня рождаться креативные идеи. И не только у меня у одной, а с помощью мозговых штурмов, с помощью интеллект-карты, ментальных карт, родятся идеи. Инновации и педагогические технологии, его понятийный аппарат. Здесь достаточно тоже хорошо мы осветили и дали вам такую вот трактовку, чтобы вы потом у себя на слайде, у вас появятся презентации, просто здесь очень мелко и все вот так вот рассказать невозможно. И мы не будем на это тратить время. Вы это сами прочитаете. И в конце концов понятийного аппарата, ну, у нас есть Google с вами, у нас есть интернет, мы с вами тоже можем там найти все вот эти понятия, что такое инновация, что такое педагогическая технология. Аспекты педагогической технологии – это еще одна критериальная вещь в инновационной области. То есть это педагогическая технология. И ее аспекты, естественно, что они должны быть научно обоснованы. Вот эти педагогические наши технологии, которые мы внедряем в практику работы. Мало этого, обязательно есть часть педагогической науки, которая соотносится с вашей технологией, внедряемой в вашем учреждении. И тут мы говорим о том, что мы обязаны познакомиться с научными изысканиями. Не может быть инновация на пустом месте только от практики. Нет. Обязательно должна быть научная платформа. Вот тут мы опять возвращаемся к науке и практике. И говорим о том, что нам необходимо посмотреть, какие цели, какие задачи, какое содержание, какой метод, какая форма обучения, какая проектирующая часть педагогического процесса будет задействована в данном виде инновационных технологий или педагогической технологии. Педагогическая технология от научного, она плавно переходит у нас к процессуально-описательным алгоритмам процесса. То есть тут мы вот в этом алгоритме, мы здесь показываем совокупность целей, содержания, форм и методов. Это следующий этап педагогической технологии. И здесь мы соединяем их со средствами и идем к той цели, которую мы себе запланировали. И следующее, последнее у нас, как бы алгоритм такой, это процессуально-действительный. Сначала мы с наукой познакомились, потом мы описали эту науку, мы посмотрели, какие мы туда возьмем методы, форма, содержание и так далее. А теперь мы уже действуем. И вот тут мы как раз разрабатываем технологические карты педагогического процесса в условиях инновационных технологий. А кто-то может по-другому создать свой продукт процессуально-действительный. То есть с этим что-то надо делать. Для того, чтобы у нас наступила с вами продуктивная педагогическая технология, вошла в реализацию нашего педагогического процесса. Компоненты педагогической технологии. Их тут тоже достаточно много. Это и структура педагогической технологии, это и концептуальная, да, основа ее. Это и цели обучения, и общие, и конкретные цели. Это и подразделы, и это и организация образовательного процесса. Это и содержание образовательного материала, с помощью которого мы будем это все организовывать, смотря что мы взяли за основу, в какой форме это будет происходить, внедрение этой инновации в образовательном процессе. Это и технологический процесс, без этого невозможно, да. Мы должны выстроить какую-то технологическую цепочку по внедрению любой инновации, педагогической технологии в том числе. Это, безусловно, наши все и методы, и форма работы. Мы говорим о том, что педагогическая технология обязательно должны быть присущи критерии технологичности, да. Чему они будут отвечать? Вот то, что мы создадим технологическую карту. Мы говорим о том, что концептуальность педагогической технологии, то есть некая концепция должна быть создана того, что мы будем внедрять. Мы говорим, что это и системность педагогической технологии, мы не можем кусками ее к себе привнести в свою организацию, что-то выцепить оттуда, одну какую-то часть, а другой части ее не будет. Нет, это не сложится, вот эта единая целостная система. И, безусловно, педагогические технологии, они все должны быть управляемы. Они нужны для того, чтобы они создали эффект в работе определенной. И они обязательно должны быть воспроизводимы, то есть транслируемы для любого педагогического сообщества. Иначе не стоит столько сил затрачивать на то, чтобы вы просто вот что-то для себя там пособирались, что-то такое организовали, а дальше это все закрыто, и никто этим не пользуется. Тогда и вообще не нужно тратить на это время. Технологии содержания образования. Прямо о том, что в образовательной педагогической системе есть компоненты, да. И эти компоненты, они не новы, они всем известны. Обязательно это сама цель, это содержание, это методы, формы и средства обучения. Вот ее все компоненты образовательной нашей системы. Любое, что бы вы ни взяли технологию, она обязательно пройдет через все эти компоненты. Компоненты степени консервативности, да. Мы знаем такое понятие, что такое консервативность, да. И тут мы или сомневаемся в чем-то, да, или мы берем, скажем, за основу какие-то идеи, которые не очень перспективные, а вот они такие вот оттуда еще, из того времени. Но я не хочу сказать, что они все плохие, не боже мой. Они есть даже очень интересные. Я уже говорила, что все мыло, это хорошо запад и старое. И тут мы смотрим, а что мы можем взять из этих консервативных подходов, но немножко их видоизменить. Изменить по структуре мы можем? Можем. Изменить по времени, по временным отрезкам можем? Можем. Изменить по логике мы можем? Можем. А сам процесс обучения, он может измениться в иной форме, когда мы говорим все про игровые технологии, как ведущие деятельности. Да абсолютно все можно провести через игровые технологии. И тогда у нас все с вами свяжется. Образовательные компоненты. Что они из себя представляют в области педагогических технологий? И вот тут нам методологи дали, не мы разработаем, мы нашли это в науке. Что они говорят о том, что есть опоследующий компонент. Это примерные основные общие образовательные программы, которые мы с вами реализуем. И каждая организация, она выбирает для себя. Мало этого, при, скажем, 60% наличия условий, это и кадровые, и материальные, и какие угодно, по реализуемой вам программе, у вас даже в одной организации может сам один воспитатель тоже предложить руководителю осваивать и проходить, и выбрать для себя примерную основную общие образовательные программы. Закон о образовании Российской Федерации это не запрещено. Процессуальная часть, из чего же она складывается? Ну, прежде всего, это я, как педагог, определю для себя содержание образования. Мне работать. Да, я как, допустим, методист или методолог, я могу предложить воспитателю, но я только предлагаю, а воспитатель сам для себя выбирает. Потому что иначе это будет содержание мое, но не его. А он в силу своего характера, в силу своих знаний, он не всегда может освоить все то, что я ему навязываю. Вообще навязывать не очень хорошо, да? Надо, чтобы человек сам подошел, самоопределение так называемое. И процессуальная часть у нас еще состоит из реализации вот единства вот этих двух компонентов. А последующего компонента и процессуальные части. И таким образом у нас наш образовательный компонент, методологи нам, его раскрытка очень здорово. Он всего-то из трех частей. То есть все замечательно складывается. Самое главное быть самому. Какие же источники, составные части педагогических технологий мы с вами видим? Ну, прежде всего, у нас сегодня педагоги другие, так же, как и дети другие, да? Хотя вот есть люди и моего возраста, которые давно работают. Но, тем не менее, мы все меняемся. Меняемся мы, понятно, почему. Потому что если мы будем стоять на одном месте, то мы неинтересны будем нашему педагогическому сообществу. И тут мы говорим о том, что вот эти социальные преобразования, они нас подвигают к тому, что необходимо по иному мысли. Вот в свое время мои мысли перевернула по отношению к дошкольнику Вера Григорьевна Алимовская, а вот потом уже еще и рейджио-педагоги. И вот подход Лориса Малагуца, его, конечно, постулаты о том, как он рассказал ребенка, что у него сто языков, сто возможностей, сто способностей, и только один педагог почему-то 90% забирает, потому что он считает, что он очень умный, грамотный. Вот тут совершенно у меня произошло обновление педагогического моего мышления. И я стараюсь сейчас рассказать педагогам нашего коллектива, да и всем, с кем я общаюсь, что по-другому. Другой ребенок, и педагоги тоже другие. Мы не можем стоять на месте, иначе мы не сможем работать со временными детьми. Дальше мы говорим о том, что источником является наука, и об этом я вам тоже говорю. Если мы не знаем психологические особенности детей, не знаем кризисы, то нам сложно понять этого ребенка. Да, это нужно знать. Науку, педагогику, психологию и иные науки нам необходимо осваивать. А для этого обновить свой, скажем, потенциал, не представляется невозможным, потому что сейчас любые курсы, они все доступны. Вы можете и 18 часов доказать, и 36 часов, и 72 часа. Сколько вам хочется, вы можете это заказать в любом университете, во всяком случае, в России. Передовой педагогический опыт, а как же без него? Век живи, век учись. И не только я могу создавать что-то, но и другие люди создают, они тоже не сидят. И вот такие новаторы, педагоги, их достаточное количество. И ничего плохого в этом нет, в том, что я чей-то опыт возьму и принесу себе в свою работу, в свою деятельность, если это мне дает положительные результаты. Если я получаю от этого драйв, то я понимаю, что это что-то дает, наверное, рост педагогического мастерства. Это что-то обязательно привнесет и к нашим детям, и в их организацию, в организацию детской жизнедеятельности. Она тоже поменяется, потому что это уже не заорганизованные формы обучения, как раньше они у нас были. Сейчас все по-другому надо выстроить, потому что ребенок другой. Опыт прошлого, я вам говорю, вот, например, беря кому-то в Россию, это фребель-педагогик, ей уже более ста лет, но как сейчас ассоциация, какой продукт они создали деятельности, когда я ставлю две коробки и не даю никаких указаний, а предлагаю детям просто тему в виде педагогической провокации. И дети сами работают с этим материалом еще ни разу. Они у меня не повторили и не создали одинакового продукта. Так это здорово. А зарубежный отечественный опыт и зарубежный опыт? А что плохого в Марии Монте-Сури? А что плохого в Вальдорфе? А что плохого в открытом образовании? То есть сегодня очень большой пласт опыта и прошлого, и настоящего. Народная педагогика. А чем она плохая? Вы вспомните, какие колыбельные песни нам когда-то пели родители? А сейчас я не знаю, мама поет вообще колыбельные песни или нет. Я что-то сомневаюсь. Поэтому вот здесь как раз у меня был очень интересный опыт с Казахстаном, когда я туда приехала и увидела людей в обычном музее, в национальной одежде. И они так гордо стояли, а я просто не могла оторвать глаз от них. Вот теперь у нас мы тоже ввели этнокультурный компонент, мультикультурный компонент, потому что у нас дети из разных стран мира, не только бывшего СССР, а и вообще из других стран мира. И у нас один раз в месяц дети пребывают в этой культуре и обязательно есть в среде те компоненты, которые необходимы. Поем про колыбельные. А, поете про колыбельные, это здорово, если поете. Я за вас рада. Ну, понятно, что педагогические технологии, они распределяются на классы. Вот видите, сколько много всяких элементов, а мы взяли всего лишь педагогическую технологию, сейчас по ней с вами идем. Классы педагогических технологий, они по философской направленности, они по уровню применения распределяются и они по ведущему фактору психического развития наших детей. Вот такие классы, как бы обозначили тоже наши ведущие ученые. Каковы же личностные структуры педагогических технологий? Вот тут мы взяли формирование действенно-практической сферы. И сюда мы внесли, без ЭКТ-технологий мы можем сформировать. Сегодня гаджеты так вошли в мир, что, но это не говорит о том, что ребенок должен сидеть с гаджетом с утра до вечера, ни в коем случае. Но ЭКТ-технологии вошли. У нас, например, это в Кванторе, цифровая лаборатория. У нас это есть и биботы, у нас есть и другие, скажем, робототехника. Там тоже есть элементы какие-то определенные. Это сфера этических и нравственных отношений. Она тоже сюда подходит к личностной структуре педагогических технологий. Это формирование способов умственных действий, где то, что ты не осваивал, а вот это новое, оно будирует у тебя, у тебя начинаются там, знаете, мозги шевелиться. Помню, как-то я захожу здесь к ребятам, в группу, они сидят в микроскопе и говорят, Диана Александровна, а вы видели, у вас есть такие извилины? Я говорю, это что? Волокна? Я говорю, да. Я говорю, как же они называются? Но у них были дети, которые умели читать, они говорят, Мируна. Я говорю, ну да, в голове там что-то шевелится, наверное, есть, как и у всех. Посмотрите в микроскоп, какой это вот мозг у нас интересный. То есть уже до мозга дети дошли. Это электронные микроскопы, да. И формирование, конечно, самоуправляющих механизмов личности. Мы им предоставляем свободу действия, да, но и степень ответственности дети тоже должны понимать. Это слово «должны» я очень не люблю. Но если тебе дали возможность передвигаться свободно, нельзя нарушать правила, потому что ты можешь кому-то навредить. А вот у нас все технологии, мы не можем навредить никому. Поэтому необходимо соблюдать правила, да, необходима саморегуляция своего поведения личного и управлять своими эмоциями. Если вдруг, вот во время какой-то, допустим, я говорю в данном случае о клубном часе, один из элементов авторской технологии Натальи Петровны Гришаевой, когда у тебя забрали два кружка и ты понимаешь, что на следующей при рефлексии увидел педагог-воспитатель, что ты нарушил очень сильные, серьезные правила, и на следующей клубной час ты уже не пойдешь, ну, нужно суметься улыбаться со своими эмоциями. И педагогу не надо жалеть такого ребенка, потому что он, да, он ответственен за то, что он нарушил, значит, он это сделал. Подумать нужно, но это не говорит о том, что ты ничего делать не будешь. Да, но только у себя в группе. Больше пока, вот пока ты не научишься саморегулировать свое поведение, очевидно, мы не можем тебе доверить такую степень свободы. И это ребенок должен понимать, потому что дальше обучение в школе, мы говорим об этих компетенциях, да, детских. Какие же субъектные позиции существуют в педагогической технологии? Ну, вот есть субъектная позиция авторитарная, когда я сверху давлю и говорю, нет, я вас заставлю эту технологию внедрять. Это ужасно. Вот этого делать не надо. Но она существует как форма, да, никуда от этого не деться. Есть дедактоцентрическая технология, но и самая, конечно, правильная технология, это личностно ориентированная. Когда человек, педагог или ребенок, вот они, знаете, они в полете, когда они это делают. И вот это их душа принимает это все. Это просто замечательно. Они присваивают это себе, потому что это соприкосновение происходит с его душой, с его миром, с его эмоциями. Так же, как я влюбился в Реджио Педагоги. Ну, примерно так. Вот это мое. Я поняла, что именно так сегодня нужно работать, но не значит, что оторвать всех от всего. В общем-то, мы сумели, да, скомплексировать как-то вот эту технологию. Мы ее сумели платно внести. И дети могут в любое время побывать в этом ателье и работать самостоятельно в нем, потому что там все находится в открытом пространстве, так же, как в Реджио Эмилио, в этом городке, там, где это происходит. Структура педагогической технологии. Ну, вот здесь их не так, она не такая уже огромная, эта структура. Мы говорим об идентификации, мы говорим о программно-методическом обеспечении, мы говорим о новизне технологии, да, мы говорим еще о особенностях, о концептуальной части. То есть структура педагогической технологии, как ядрышки, они все друг от друга и друг от друга проникают. Чего-то начинается, и чем обязательно этот процесс обязательно заканчивается в структуре. Они никуда не выпадают. Ну, и тут мне вот, вы знаете, мне так в жизни не везет, что мне всегда попадаются такие интересные вещи. Обязательно на Facebook у меня, или в Facebook, или кто-то мне присылает WhatsApp. И вот тут мне прислали одну очень интересную историю, замечательную, считаю, вот выдающуюся китайского предпринимателя, основателя и председателя совета директоров компании Alibaba Group, Джека Мана, он сказал так, Джек Ман, он сказал так, если мы не изменим то, как мы учим, то через 30 лет у нас будет огромная проблема. Мы не тому учим детей. А вот с его точки зрения, чему мы должны учиться, сейчас мы и поговорим с вами. Он говорит о том, что учить нужно тому, чему не могут научить машины. Если машины это делают лучше нас, нужно учить детей этому. И он говорит о том, что, вот он назвал их мягкие навыки. Вот, человечности, да, вот такой. Он говорит о том, что обучение детей спорту, музыке, рисованию, искусству, вот, чему нужно учить, потому что это именно отличает человека от машины. Если машины что-то могут делать лучше, то над этим нужно задуматься об этом, говорит Джек Ма. И, конечно, он говорит о том, что развитие у детей ценности веры, независимого мышления, командной работы, заботы о других, это вот ни одна машина вот этим человеческим качествам научить не может. Знание точно этому не научит. Это другое учить. Также Джек Ма говорит о том, что образование это вызов сегодня всему образованию, всему мировому сообществу. Конкурировать с машинами бесполезно. С ними можно только при изменении подхода к системе образования. Роботы, как он говорит, заменят более 800 миллионов работ к 2030 году. Посмотрите, какими темпами все развивается. Он говорит, что обучение наших детей, оно будет основано на знаниях, обучении чему-то уникальному, что машины никогда не смогут освоить. Вот чему сегодня нужно учить наших детей. И в школе, и в детском саду. Но если мы говорим о технологиях, об изменениях, то, конечно, бы хотелось посмотреть, а какова же компетенция сегодня и требование к компетенциям современного педагога. Вот к нему предъявляется ряд требований. На первом мы видим слайде, у нас с вами сразу сверху стоит системное мышление. То есть это не оторванные мысли друг от друга, а это некая система. Это межотраслевая коммуникация. Сегодня очень много ассоциаций, и я могу с любой ассоциацией связаться, вступить в эту ассоциацию, если она для меня интересна, и она мне даст некий, скажем, толчок в развитии, в моем собственном развитии. Вот тогда я буду... Или я, например, читаю Facebook, и обязательно я всегда там что-то нахожу интересные, сразу делаю рассылки. Это тоже межотраслевая коммуникация. Зачем я буду изобретать и велосипед? Если я уже у кого-то увидела некий опыт описания, я тут же сбрасываю своим педагогам, и они уже смотрят, но, возможно, и по-своему корректируют. Но самое главное, что они познакомились. Вот для чего нужна межотраслевая коммуникация. Это управление проектами и процессами. Да. Это компетенция современного педагога. Он может целый процесс изменить и создать свой проект деятельности. Это работа с людьми в команде. Одному очень сложно работать. Обязательно партнеры. Педагогика партнерства. Это очень интересная форма работы. И вы где друг друга дополняете, а пользу получает от этого ребенок. Это клиента ориентированность. Мы уже об этом говорили, да? Социальный заказ. Ну, вот. Как бы мы его выполняем и государственный заказ. Это работа с IT-системами. Про IT-технологии мы тоже уже много говорили. Это мультикультурность и открытость. Открытость всему миру. Никто сегодня уже не прячет эти конспекты, наоборот, все выкладывает в инфоуроки и так далее. И всегда можно познакомиться с любым опытом, да? Это открытость самой организации. Как только вы закроетесь, то вы не будете обогащаться. Даже люди, приходя к вам просто так на экскурсии, они все равно вам тоже что-то рассказывают. И вот это вот интересное, потому что, ну, знаете, педагоги неравнодушные, они всегда говорят, а мы это делаем вот так, по-другому, а как? И сразу появляется вот этот вот педагогический интерес. И тогда это вот тоже открытость. И если мы будем без осознания работать и проводить свои технологии, то, вы знаете, ну, непонятно тогда, куда вообще, и как, и зачем, и куда мы пойдем вот с этой технологией. Что, зачем мне эта технология, что она даст, в первую очередь, и моему коллективу, и детям, потому что это все, мы педагоги, мы работаем на детей. И естественно, какие коммуникативные связи я в связи с этим должна выстроить? Вот эти все компетенции сегодня должны быть освоены нашими педагогами и владеть оними, должны в совершенстве. И совершенствовать их, не только овладеть, но и совершенствовать. Сегодня очень много и тренингов в области психологии. Одна черниговская, что стоит. Боже мой, ее слушайте, и ходите на лекции, и просто почитайте ее книги, это вообще стоит того. И сразу все, многое, что становится ясным. Какие ключевые компетенции профессионального роста? Там мы говорили о компетенциях педагогов, а теперь об их профессиональном росте. Но все, что вы делаете, куда вы идете, направляете свои стопы, что вы хотите узнать, конечно, это вы осмыслить должны. То есть целостно-смысловые компетенции. Дальше мы говорим об общей культуре. Педагог не может замыкаться только в условиях знания о дошкольной педагогике, потому что он общается с миром родителей, которые сегодня самые такие современные. Даже сегодня учитель, мы уже говорим о том, что он не единственный источник носителя информации. И воспитатель точно так же становится не единственным источником информации. И, конечно, общей культурной компетенции, как вступить, где узнать, что, как вовлечь этих родителей. Да не могу я всех заменить на этой земле. Конечно, нет. Так зачем мне это делать, когда я возьму и использую вот эти общей культурной компетенции? Учебно-познавательное. Поиск всегда творческий, поиск самого себя. А что, где? Где появилось что-то такое интересное, что дает больше, чем я это умею делать, да? В кем мне нужно куда пойти? Я вот иногда даже, знаете, читаю, приходит на Фейсбук, там какая-то информация, думаю, пить чай. Думаю, надо пойти хоть один раз сходить на этот пить чай, посмотреть, а что это там такое? Фирма Контраст проводит. Ну, там, конечно, у меня связи появились, какие другие. Да мало того, что связи. Я узнала, что там три педагога, три кандидата наук, оказывается, использовали в своей работе выдержки из моей кандидатской работы. Вот, и мне это стало очень приятно. Думаю, надо же кто-то пользоваться этим. Ну, здорово, замечательно. Информационные компетенции, как без них? Без компьютера, ну, это все, это наши профессиональные стандарты, и без него никуда мы с вами не денемся. Коммуникативные компетенции, да, как я взаимодействую? Мы же все с вами очень разные. И не могут все люди быть такими, как я. И я не могу быть такими, как они. Но в то же время у меня, моя профессиональная деятельность ставит такие условия, что я обязана выходить точки соприкосновения во имя продвижения того продукта, которым я занимаюсь. Да, бывает сложно, но что делать? Вот такими компетенциями надо обладать. И, естественно, социально-трудовые компетенции. И в конечном итоге у вас произойдет личностный рост самосовершенствования. Вот если вы вот эти компетенции постоянно будете будировать, обновлять и расти в них. Это да, это будет замечательно. Вы станете другими. В области, скажем, нашей академической площадки у нас есть, стоит задача, это, ну, наверное, прирост навыков в области гностических компетенций педагога. Что же такое гностические компетенции? Вот мы сейчас будем смотреть, как в условиях наших технологий будут осваивать эти гностические компетенции наши педагоги. А что они из себя представляют? Безусловно, это умение аналитической мысли. Зачем я это делаю? Может быть, мне вообще это неинтересно и не нужно и не хочу я так, как все, да? То есть, анализ и синтез. Это организация продуктивной и познавательной деятельности. Как я это сделаю? А в организации продуктивной деятельности обязательно я должна приобрести какие-то некие знания для того, чтобы этот продукт как-то что-то делать с этим продуктом, иначе я не смогу. Если я получаю новый продукт, значит, я приобретаю новые знания и у меня получается приращивание этих знаний. Если я, скажем, ну, разработала его и уже создала и уже насытила и уже у меня это все сложилось в некую копилку вот у нас в частности с Еленой разработчиком Йохо Куба она говорит, Татьяна, ну, вы уже столько всего сделаете, ну, давайте, 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 давайте напишем, давайте, а я понимаю, что я еще не все, потому что я смотрю в каких формах работы дети осваивают этот Йохо Куб, как он ложится у них, а что там еще могут придумать дети с этим Йохо Кубом. Поэтому я не готова всю секунду быстро слепить эту технологию, ее нельзя лепить, ее надо прожить и пропустить и через детей, и через родителей, через разные формы работы. Это нужно посмотреть, как это с темами у нас связано. Это нужно разработать целую концепцию, технологические карты создать. Вот я понимаю, готовая технология это тогда, когда я вот ее создала вместе с коллегами, одна я не могу создать. И дети, Аня, мы апробируем, да, что происходит с детьми, нужно этот продукт с этим или нет. И когда я его уже сделала, то я понимаю, что вот я совсем, скажем, никогда в этой области не занималась, да, вот именно с этим конструктором. Но я взяла, допустим, опыт работы какой-то организации, которая хорошо, глубоко проработала, и я смогу его внедрить, потому что мне понятно, у меня там есть и технологическая карта, у меня там есть сейтапы, у меня там есть риски, у меня там обозначено еще что-то. То есть я всю технологию описала, и я смогу ее передать. И вот это, безусловно, это представление своих собственных результатов. Не только своих, а представление результатов всего педагогического сообщества, кто в этой технологии проживал и тот, кто занимался этой апробацией. Вот такие функции гностические. Ну, теперь мы давайте с вами посмотрим, что же такое термин пространство проблемы. А в инновациях она существует, да, существует такой термин. И, безусловно, тут мы относим сюда современную парадигму нашего образования, потому что она другая, она меняется, да, и меняется очень быстро. Это феномен развития и нас как педагогов, и как родителей, и как детей. Это мы совершенно другие, да. И профессиональная компетентность. Это, в общем-то, подходы, Яковлева Галина Владимировна, вот она смотрит на это пространство проблемы, вот с таких точек зрения. Это ее видение как методолога. Она дала и определение, что же такое профессиональная компетентность. В своей работе она привела тоже знаменитого нашего одного из ученых, методологов, Молчанова, и сказала о том, что совокупность и выраженность в объеме компетенций, которые идентифицируют состояние социального, профессионального статуса педагога и профессионально-управленческой деятельности, потому что и педагог меняется, и управленец, он занимается уже другими вещами, когда борются инновации, да. И вот мы говорим, что меняется его профессиональная компетентность. То есть ему нужно тоже необходимо повысить и квалификацию, и приобрести какие-то личностнозначимые способности, развить какие-то качества. И относительно всего этого ну у него появится представление о том, что он действительно эффективный, сможет работать в условии эффективной профессиональной деятельности, потому что он обладел все составляющими, которые относятся к профессиональной компетентности. Структура профессиональной компетентности. Вот Галина Владимировна, она определила такие части, как организационная компетентность, коммуникативную, мы тоже уже о ней говорили, гностическую, вот это то, над чем мы сейчас работаем, конструктивную и проектировочную компетенцию. Если вот так разобраться, в принципе они все как бы не на вы, но здесь они структурно просто выложены, да. И мы понимаем, что организационная, она необходима для того, чтобы чем-то заниматься. Коммуникации я уже тоже рассказывала, гностические компетенции я вам тоже рассказала, а конструктивные, это я моделирую сам процесс, когда я работаю в условиях инновации, а потом создаю некий проект, то ли с помощью ментальных карт, то ли с помощью просто разработанного проекта, который состоит у меня тоже из нескольких частей, да, то ли это может быть с помощью интеллект-карты, это тоже можно использовать, когда я на одном листе раздам сразу вот этот проект и освою проектировочную компетенцию. Простите, пожалуйста, там один из людей пишет, что нет звука. Скажите, пожалуйста, у всех нет звука или вот только у одного человека? У кого нет звука, извините? Я попрошу модератора отписаться, помочь. Екатерина, помогите, пожалуйста, тем, у кого нет звука. Пишут все отлично. Тогда, значит, мы продолжаем, да? А вы тогда F5 нажмите, или там Екатерина, подскажите, да, перезагрузитесь, пожалуйста, и у вас появится звук. Итак, что же себя представляет организационная компетентность? Вот тоже дали целую раскладку. Ну, для того, чтобы чем-то заниматься, нужно обязательно определить основные цели и задачи, да? Иначе без цели и задачи, куда мы будем двигаться. Затем мы берем методы приема и средства. Это вообще старок как мир. Потом мы переходим к организационным формам. Как мы это будем делать, да? Как мы это будем проводить в условиях наших воспитанников, в каком процессе, да? Куда мы скомплексируем вот это вот новое, и то, что мы создаем, в каких формах, в каких моделях это будет, в каком регламенте жизни это все будет входить. Затем мы разрабатываем способы планирования деятельности и педагогического персонала, и индивидуальности детей, как они будут в индивидуальном маршруте, будут двигаться в области освоения той или иной технологии. Дальше мы говорим об организации методической работы, потому что не могут сразу педагоги заниматься и инновациями, да? А если условия, мы говорим о том, что необходима организационная компетентность, то тут, конечно же, мы говорим о том, что прежде всего необходимо педагогу его рост профессиональный, то есть у него должно быть вот внутри себя сидеть образованием в течение всей своей жизни и в поисках того, что он хочет найти для применения вот в этой инновационной технологии. И, конечно, это организация самообразования. Без нее мы никуда. Пока мы работаем с детьми, мы будем самоорганизовываться. Это уже требование сегодняшнего дня. Куда от этого не уйти? Что еще там за проблемой? Помогите, пожалуйста, развести понятие компетентность и компетенции. Ну, вы когда получите материалы вебинара, там есть все эти понятия, и вы для себя, потому что я уже много, что вам ввела, и много понятий у нас с вами было, и в самом начале компетенции мы тоже о ней говорили, да? И сейчас мы говорим, что вот компетенция, одна из ее составных частей, это организационная компетенция. Как профессионал я могу себя организовать для того, чтобы заниматься инновациями, это моя составляющая, компетенция профессионального педагога, да? И как я сделаю так, чтобы вот разобью вот этот образовательный процесс, во что, как бы, ну, куда я внедряю вот эту вот инновационную технологию. И это я тоже осваиваю, потому что модель образовательную, я как педагог ее простраиваю. В данном случае я вам несколько вот этих компетенций, я вам их раскрываю. Компетенция – это то, чем владеет человек, это его компетенция. Имеется в виду компетентность. А там была компетентность, что такое компетентность, там тоже мы давали определение в словаре. Коммуникативная компетенция. Что это такое? Это овладение способами взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. Помните, я вам говорила о педагогике партнерства? Это вот как раз коммуникация, то есть выстраивание неких отношений, алгоритм деятельности. Вот я как педагог, вот этой компетентностью, компетенцией я обязана овладеть. Иначе я буду одна работать один на один. А даст ли это в пользу труда, или продукт этот выйдет у меня такой, если я не буду владеть такой компетенцией? Поэтому надо научиться, вступать в коммуникации, найти себе партнера, вот той задачи, на которой вы сегодня работаете. Потому что все мы разные, и у каждого есть свои приоритеты. И овладение, безусловно, способами установления педагогического общения, не просто во имя общения, а то, что вам необходимо в данной ситуации. И тот вид деятельности, вы выбираете для общения, вы выбираете того педагога, который в этой области уже стал профессионалом, для того, чтобы у вас была подушка компетентности. Проектировочная компетентность, да? Это вот подушки компетентности. Проектировочная компетенция. Это я вам раскрываю все компетенции педагога, о которых чуть выше я вам говорила. И что здесь? Какими здесь умениями овладевает педагог? Или какие умения у него сформированы должны быть? Вообще, в профстандарте очень хорошо все написано, но это для Российской Федерации. Вы можете тоже воспользоваться этим профстандартом, и вы поймете, что такое проектировочное. Что значит проектировать? Это умение что-то делать новое, да, создавать и создать это поэтапно, потому что сразу все внедрить, ну, невозможно. Поэтому есть такая вот компетенция. И тут у меня на слайде вы видите, что это умение проектировать не только образовательный процесс, да, но это умение проектировать содержание образовательных неких областей, скажем, да, это умение проектировать методическое оснащение, изменение условий умения проектировать. Вот что такое проектировочная компетенция педагога. Вот если он что-то делает, да, внедряет или знакомится с каким-то опытом, он хочет этот опыт привнести к себе, то вот для него необходима такая проектировочная компетенция. Потому что просто говорить, вот, вы знаете, я познакомилась с Реджи Педагогом, и да, она меня вдохновила, и дальше я ни о чем не думаю. Тогда как она может лечь на почву сюда, и какую пользу она может принести, если она сама по себе оторвана от жизни, будет в нашей организации, если я ничего не создаю. Вот поэтому это владение вот такой проектировочной компетенцией. Гностические компетенции, я уже тоже вам о них рассказывала, и здесь мы еще раз продублировали для наших коллег, потому что это как бы новые такие вот постулаты в области науки, но мы сейчас очень мощно работаем над тем, чтобы взрастить вот эти гностические компетенции, они сразу не появляются, да. То есть, ну, во-первых, для того, чтобы их, ну, они были присущи некому педагогу, то те, кто стоят, ну, чуть выше, скажем, старшие воспитатели, там, методисты, руководители, им необходимо искать вот эти положительные и какие-то и отрицательные, возможно, поиск вот этих явлений не только среди воспитанников, но и среди своих педагогов, потому что я, видя, что у нее есть интересное для меня, я это возьму, да. Это умение анализировать опыт коллег. Насколько мне важен этот опыт? Насколько мне сейчас он нужен? И как я его могу? И где я его могу применить этот опыт и использовать? К гностическим компетенциям у нас относятся и формы, и методы, и приемы, и средства воспитания и обучения, да. Мы говорим, что обучение входит в, в понятие воспитания входит процесс обучения и образования. И в том числе нашей самой профессиональной деятельности. Это наши с вами все профессиональные компетенции. Без них мы никак не можем. А как это вот сделать, как выработать так, чтобы вот эти компетенции работали в конечном итоге и давали положительные эффекты на развитие ребенка? Вот, собственно говоря, для чего самосовершенствуется педагог. И тут он становится и исследователем, и в поисках он каких-то таких творческих находится. И у него перед ним все время какие-то будильники, встают новые задачи, нерешенные для него, как ему кажется. А как их решить, это его вопрос, найти выход из этой создавшейся ситуации. То ли он отдельно идет, то ли он с коллегой посоветуется. И тогда у нас будет коммуникативная компетенция. Возможно, это гораздо быстрее и проще. Как говорят в игре, помощь дала. Вот тут помощь коллеге. Условия развития. Просто так компетентности не рождаются. Естественно, их формируют еще в самом начале, когда педагог только, когда человек только хочет, и он для себя решает, что он встанет на педагогический путь, да, своего развития, что он пойдет как бы в педагогику, там у него развивают компетентности, там он осваивает науку, педагогику, психологию, многие другие методики, да. Самое главное, мы говорим о том, что вот эти вот все наши компетентности, они все нормативно зарегламентированы. В разных документах и законодательной базе. У нас это и тарифно-квалификационные характеристики. У нас это и так называемые требования к статусу педагога. И сегодня говорят о том, что появятся еще и новые профессии педагогов. Вот какие вот сейчас они разрабатываются, эти профессии, да. Говорят, что игротехники, возможно, скоро появятся. Наверное, это будет интересно, и это будет некий другой педагог, иной педагог. Но просто так он тоже не появится. Для этого нужна регламентация нормативной законодательной базы. Это, безусловно, перспективные ориентирующие, скажем, условия развития, да. А что я дам дальше? А куда я пойду дальше? А что я должна освоить для того, чтобы я был нужен и востребован именно вот этому, скажем, вот этой профессии, да, вот этому педагогическому сообществу? Безусловно, это деятельностно стимулирующие такие некие условия развития. А что мне это даст? То ли я ученую степень получу, да, в ходе такого вот труда, то ли я издам какую-то публикацию, и я буду замечен в педагогическом сообществе. То есть я это тоже делаю не просто так, да, то ли я помогу коллегам в работе освоить ту или иную технологию, потому что она ему нужна, а я уже это все прошел. И, безусловно, коммуникативно-информационные, ну, это вот связь со всем миром буквально. Больше ничего другого не придумаешь. Я иногда даже уже теперь и в такси слушаю вебинары, еду, слушаю, мне кто-то звонит, я говорю, не могу, я записываю все. Вот насколько сегодня быстро нужно увидеть и поймать ту информацию, которая тебе необходима. Ну, а для этого нужно, конечно, с ИКТ-технологиями владеть и работать с ними. Значит, мы для себя определили основные документы, которые мы будем работать в условиях инновации, что у нас изменится. Когда, как только вводятся инновационные технологии, инновационные процессы, да, появляются, то, естественно, в программу развития учреждений образовательного или образовательной организации, как мы сейчас говорим, обязательно будут внести дополнения и некие корректировки. Обязательно войдет изменение курса повышения квалификации, потому что у меня появится уже желание пойти на другие какие-то иные курсы, чтобы я смог быстро работать вот в этой проектной команде, да, чтобы я мог, скажем, с помощью, овладев мозговым штурмом, овладев ментальными картами технологий там и так далее, я могу это сделать, но для этого мне нужна совершенно другая профессиональная подготовка, да. Здесь у нас поменяется абсолютно все. Ну и сама программа инновационной работы организации, она тоже изменится, потому что мы не можем все время работать, вы же видели жизненный цикл инноваций, вы услышали, что обязательно происходит накопление, и потом что у нас наступает или кризис, или тормоз, да, а дальше что? И вот опять потом все начинается, сначала весь этот жизненный цикл инноваций. Поэтому в документах обязательно происходит изменение. Условия технологического пространства педагога. Что же это такое? Какие условия надо создать педагогу для того, чтобы он был таким профессионалом, владел такими компетенциями? Безусловно, без сегодня КТ у нас, да, информационного пространства, которое, я думаю, может быть и связь между собой, это может быть и быстрая почта, и группы, которые в сети организованы, чтобы быстро, не надо даже звонить сегодня, вы знаете, уже теперь сегодня люди как-то общаются без звонков, очень быстро по сети, раз передал необходимую информацию. Безусловно, и научно-методические разработки, и методики, и периодическое, сейчас столько всего, но это не значит, что все нужно принимать. Есть, вот знаете, есть такие изюминки, ой, у меня, я очень часто пользуюсь подсказкой своей дорогой подруге, она мне даже как сестра Ферузна Риманна из Ташкента, которая мне говорит, Таня, вышла вот эта вот методика, посмотри, а вот этот ученый сказал вот это, иногда даже я не успеваю, а она уже знает, что появилось. А вот сюда нужно обязательно пойти на этот вебинар, потому что он интересный. Ну вот с помощью, наверное, вот так вот, и информационное пространство, и я знакомлюсь с такими людьми, как Ма, и с его методологией, да, что такое мягкие навыки, я бы просто так тоже не узнала, если бы не было вот такой у нас мир сегодня. Ну и, безусловно, активные, новые формы работы методической, это не вот, знаете, как вам сказать, не старые методы и формы работы, когда мы лекционные материалы, да, только лекции, они мало что дадут. Если мне это нужно, я это послушаю, да, я это запишу. Но если я эту лекцию проживу еще вживую, с игрой какой-то, с некой, да, то я погружаюсь туда, то есть мне дает возможность попробовать этот инструмент. И вот тогда это активные формы методической работы. И давать не надо все готовое. Пусть люди генерируют идею. Они же тоже педагоги, они тоже креативные, они тоже хотят быть значимыми. И дайте им эту возможность, и пусть они работают во время формы методической работы. А какие мы вам тоже расскажем. Ну, понятно, что теоретические продукты, без теории мы никуда не денемся, если мы занимаемся инновациями. Управленческая деятельность меняется, я вам уже говорила. Педагогические действия тоже изменяются, да, потому что по-другому. Педагог работает в других условиях. Появляются феномены понятия инновационной и методической работы. И что это за феномен такой? Да там новые способы обладения и деятельности, и инновационные способы деятельности самого педагога. И у детей появляется все то же самое. Мы сейчас пока говорим о методической работе с педагогическими кадрами. Она, естественно, претерпевает большие изменения. И тут мы для себя определили пять уровней развития педагогического роста. Это наш профстандарт. От него мы никуда не уйдем. Мы стремимся овладеть всеми теми навыками, умениями и компетенциями, которые там указаны в профессиональном стандарте. Это партнерские отношения между педагогами. Я вам о них тоже говорила. Это совместная продуктивная деятельность. Это мотивация. Ну, за счет разных, скажем, ресурсов, да, могут быть замотивированы люди. Они вдруг вот, она была просто педагогом, а теперь она педагог-новатор. А теперь она еще и публикацию свою сдала. А теперь они уже знают кто-то. А кто-то берет ее в свои научные труды, ее изыскания, а кто-то берет из практиков и говорит, ой, вы знаете, благодаря вам, я только вот это увидела, узнала, и я сразу побежала, мне стало интересно, я это все внедряю. И, конечно, безусловно, социальные партнеры. И социальные факторы, которые вокруг нас. Следующий уровень педагогического роста, развития. То есть я возьму все, я найду производителя, если мне это интересует, какая-то еще новая модель. Вот совершенно случайно, вот ничего вообще случайного в мире нет. Я как-то, находясь на работе, мне вдруг звонок раздается, говорит, Татьяна Александровна, у нас такая организация, сейчас будет вебинар прямо в прямом эфире, а вы не могли бы приехать у нас там из Германии, приехал один человек, он будет показывать новый конструктор. Да я неслась туда, как угорела. Я прибежала туда и думаю, боже мой, я все хочу, я хочу увидеть этого немца, я хочу посмотреть, что он создал и что такого, чего я еще не видела. Я же очень много стран объездила. И я много что видела, и много что мы используем в своей работе. Но я поехала туда, потому что люди попросили профессиональную точку зрения высказать свою. И когда я увидела этот конструктор, вы знаете, это что-то было шедеврально. Он до сих пор меня будоражит, этот конструктор, но, к сожалению, вот эти наши всякие, знаете, перемещения, скажем, из одного государства в другое, и уже совершенно другая ценовая политика становится. А конструктор просто уникальный. Вообще эти люди гениальны, которые создали такой конструктор без всяких проводов, а роботы двигаются с помощью магнитов. Это уникально. То, что я увидела, я готова это приобрести, пока я думаю, как. И, естественно, мы говорим о развитии педагогов, которые направлены на их собственный профессиональный рост. А какой результат? Вот я учусь-учусь, прохожу эти все уровни развития, а у меня результата нет. У меня что шло, что ехало. Вот Татьяна Александровна мне там говорит, вот давай вот это, вот это, вот это. А я, ну, посижу, ну, посмотрю, ну, подумаю. Ну, где-то рядышком с кем-то, при комнате. Мне так удобно. А зачем? Конечно, результата вы не увидите. Но вот если вы правильно пройдете все эти пять уровней развития педагогического роста, то результат незаметно сказаться. Он обязательно будет у вас. Форма профессионального роста. А мы о них все с вами знаем. Но то, что образование в течение всей жизни, это уже понятно, да? Я своим говорю всем близким, знакомым, что пока я работаю в области педагогики дошкольной, я обязательно буду учиться. Потому что невозможно стоять на месте, столько всего интересного. И самое главное, что ты растешь, ты видишь. Вот этот кранч великолепный, просто уникальный, такое, скажем, сообщество, когда собираются неравнодушные люди, когда ты можешь увидеть и услышать людей из разных стран мира, которые сегодня методологи, интересные, да? Это, безусловно, самообразование. Мы как-то с вами одно время, я помню, где-то, ну, наверное, в 90-х годах очень хорошо занимались самообразованием. Потом мы чуть эту тему вообще забросили в педагогических коллективах. И сейчас, ну, это просто жизненно необходимо заниматься этим. И не просто потому, что мне старший воспитатель, например, мне как педагогу, если бы я была воспитательна, навязал какую-то тему, она мне неинтересна. А вот если что-то происходит в этом коллективе, да, то тогда я поневолею, я не могу быть белой вороной среди всего коллектива. Мне что-то нужно с этим делать, да? Это работа обязательно в творческих группах. И мы ее поощряем стимулирующей части фонда заработной платы. Мы отмечаем людей, которые работают в творческих группах. И мы, когда проводим разные там вот вебинары, там или еще какие-то педагогические встречи, гостины, я обязательно говорю об этих педагогах. Я рассказываю о них, что они педагоги-новаторы, что они вот интересны, чем они интересны, эти педагоги. И даже мне, вот и даже Фероза Наримановна позвонила об одном педагоге, мне сказала, вот интересный педагог. Ну, наверное, да, раз она смогла вас так увлечь, завлечь и так далее. А тоже по WhatsApp посмотрелось Фероза Наримановна. Безусловно, это освоение новых компетенций в рамках экспериментальной инновационной деятельности. Мы без новшества и новых, вот скажем, выработки каких-то иных компетенций, которые до этого я не знала и не овладела ими, это только происходит в условиях инновационной, творческой работы, в условиях инноваций, инновационных внедрений, инновационных технологий, работы для создания этих авторских технологий. Только тогда. Мы разработали структуру инновационной деятельности. Вот вывели мы в творческой группе такую структуру. Понятно, что с проблемой, понятно, цель проекта, задачи, объект. И что, собственно, нового мы просто систематизировали для себя. Понятно, что нам нужно было найти предмет исследования, зачем мы это делаем, да, и систему сопровождения инновационной деятельности. И вот у нас появилась такая структура. Вот по ней мы сейчас и работаем в этом алгоритме. Инновационные технологии. В данном случае в системе дошкольного образования, мы о ней говорим сегодня, да. И мы увидели, что когда мы познакомились с Йохо Кубом, то тут мы увидели вот что. Отсутствие наличия опыта по созданию таких авторских технологий, как Кванториум для дошкольников и Стим Йохо Куб. То есть за основу мы там взяли Йохо Куб, а дальше Стим. И вот у нас получилось такое вот сочетание интересное. И мы увидели, что в наших инновационных технологиях, которые мы приступили к разработке, отсутствие наличия такого опыта в системе дошкольного образования. Хотя Стим уже много всего, но вот именно на базе Йохо Куба пока еще у дошкольников его нет. Пока что мы осваиваем. Может быть, кто-то еще осваивает вместе с нами. Посмотрим, увидим в печати, будем интересоваться. Дальше мы в группе выявили, в творческой группе, что у нас отсутствие системности инновационной деятельности. Потому что коллектив, которым сейчас в данном случае мы работаем, и с которым мы работаем, создавая инновационные технологии, он еще как бы молодой, что называется, потому что всего полтора года, как работает одно из зданий детского сада, замка детства, и шесть лет работает другое здание. То есть в данном случае мы вот увидели, что есть такая потребность, да, что вот это вот есть такая история, как отсутствие системности в инновационной деятельности. То есть эпизодически, да, мы и другие инновации вводили, но вот это, это еще пока что нельзя говорить, что мы это освоили. Мы говорим и о том, что как проблему выявили неполноценное научно-методическое обеспечение во вновь создаваемых наших авторских технологиях, да, продуктов деятельности. Действительно, вот только сейчас мы вместе с научными руководителями, с методологами, с Академией социального управления, с РАО, с Венецкой Ольгой Евгеньевной, Соломенковой, Ольгой Евгеньевной, Ольгой, извините, отчество Николай, Ольгой, ну ладно, неважно, Соломенковой, с Академией дошкольного образования в АСОУ. Вот мы сейчас с ними работаем вот в этом научном поле. Они нам дают подсказку, они нам дают посыл, они говорят, что сегодня необходимо разработать, какие мы должны как бы подойти, вот при глядении этих инноваций, что должно измениться у наших педагогов. В данном случае мы говорим о гоностических неких компетенциях, да, которые до этого у нас не были. Посмотрим, как мы их разобьем при внедрении вот этой вот разработки новой технологии. Мы говорим также об отсутствии мониторинга качества эффективности внедрения наших технологий, потому что мы еще и с ними, мы только создаем их, естественно, не может быть мониторинга. Мы только будем делать его в конце года, это первый год, а потом, то есть у нас есть пять лет работы жизни. Мы говорим о дефиците профильной подготовки для педагогических кадров, вот в данном случае по внедрению наших стим-йохл-куба и, скажем, кванториума для дошкольников. Потому что кванториум для школьников, для средней школы, старшей школы, здесь много чего есть, есть обучающие курсы, а для дошкольников только-только все начинается. И мы говорим о дефиците вот этой профильной подготовки. И в данном случае мы берем за основу пока что педагогов этих предприятий и этих изобретателей, людей, кто создает эти продукты, то есть авторы продуктов этих новых, скажем, продуктов деятельности для детей. Мы говорим о том, что у нас еще нет модели развития профессиональной компетентности в области гностических компетенций. Я тоже вам об этом сказала. Проблема и включенности родителей существует, потому что если мы работаем в области инновационных технологий, то об этом должны знать и родители. И мы их погружаем, мы их включаем, мы туда их тоже вместе с нами, они проникают в эту новую жизнь, которую до сегодняшнего дня просто это была иная деятельность, а сегодня это что-то другое. И когда мы видим вот эти поделки из ее хокуба, которые делают родители и дети у нас на детско-родительском клубе или в условиях семьи, вы не представляете, они идут все счастливые. А я их когда встречаюсь, раз говорю, а можно мне вас сфотографировать, потому что это уникально, то что люди находят время и помогают нам в становлении и в развитии наших авторских технологий. Но, безусловно, мы говорим, что и недостаточность навыков в работе по общению и распространению передового инновационного опыта именно вот здесь. То есть мы пока что находимся на первой стадии, мы только начинаем создавать это все. И буквально вот полгода мы работаем в условиях создания этих авторских технологий. Виды моделей. Какие модели у нас с вами есть в области профессиональной компетентности? Ну, структурная модель всем известна. Конструктивная вот тут тоже перед вами она, я не буду о ней рассказывать. Комбинированная тоже, но и, наверное, если мы с вами понимаем значение этих слов, то для нас, мне кажется, самая такая интересная, это интегративная, да? Интегративная модель профессиональной компетентности педагогов. Тут я вот вам представила вашему вниманию, что такое структурная модель, да? Что на себя включает? Конечно, базовое, профильное, высшее образование. Это понятно. Это включенность педагогов в методическую работу, потому что без нее, ну, как инновации, о чем можно говорить, если педагог просто не участвует абсолютно ни в чем, не работает в творческой группах, не разрабатывает сам что-то, не погружается в эту технологию, конечно, он не может быть. Безусловно, это постоянные курсы и обучение в течение всей жизни, да? Это и аттестация педагогических кадров, которые входят в классическую структурную модель. Модель профессиональной компетентности современного педагога, мы о ней уже тоже с вами много говорили, да? И говорим о том, что это, безусловно, идеал педагога, который мечтает иметь каждый руководитель, чтобы этот педагог был высшего пилотажа, да? Чтобы дети бежали к этому педагогу с открытым ртом, и чтобы каждый день он совершал педагогические провокации во имя наших детей. Чтобы дети сами могли добывать себе знания. Чтобы они использовали все свои сто возможностей, все свои сто способностей, все свои сто мыслей и сто языков, как говорил Лорис Малагути. Формы методической работы, ну, они есть и традиционные, можно и много нетрадиционных придумать, да? Это и школа педмастерства, это и участие в методических районах, ваших объединениях, это и тематическая учеба педагогического коллектива. Я, например, очень много авторов приглашаю сюда, к нашим педагогам, считаю, что авторы должны, да, начальники, тот, кто разработал что-то, пусть они расскажут нам об этом. Это и обучение в проблемной группе, а проблемная группа вообще пилотаж. Там всегда есть противоречия, там всегда находится такой кураж, а потом такие получаются интересные педагогические находки, о которых можно только мечтать, а в одиночку это сделать невозможно. Ну и коль мы говорим о хорошем педагоге, об идеальном педагоге, то, наверное, можно его наделить некими качествами лидера, да? А какие же качества? Ну вот тут вот видите, в данном случае это может быть присуще и к руководителю, и к старшему воспитателю, да и к самому воспитателю, потому что я думаю, что невдалеком будущем, наверное, будет профессия мастер-воспитатель, так как я думаю, к этому мы подойдем в конечном итоге, и он действительно будет чувствовать себя, и зарплата у него, наверное, будет другая, потому что он будет профессионал-мастер. Ну это вот мое такое суждение. А вот как раз мы разработали воспроизводство креативных идей в творческой рабочей группе, заседая по реализации и разработке инновационных технологий, а здесь именно по профессиональному росту. Вот мы говорим о том, что мы в своей работе используем мозговой штурм, теневую мозговую атаку, синектику, конференции идей, метод ассоциации и метафор, метод маленьких человечков, мировое кафе я безумно люблю, практикум от производителей, это вот форма работы у нас уже таких практик, ну, наверное, где-то 10 прошло, да? За год 10 у нас было вот этих всех производителей, которые проводили практику с нашими педагогами. Безусловно, это ментальный интеллект-карта, которой мне не нужно читать трактаты. Я на одном листе, все у меня мои педагоги разработают, и они смогут представить свои вот эти карты. Буквально вот недавно, да, на одном из педчасов у нас как раз представляли такие карты наши педагоги. Очень интересно, просто я еще не успела выложить в Фейсбук, но, думаю, в ближайшее время выложу. Каждый старший воспитатель и любой управленец, он для себя определяет этапы работы с педагогом в инновационном режиме, потому что это некая другая работа, согласитесь. И там обязательно мне, как руководителю педагогу, как педагогу, необходимо замотивировать моих этих педагогов на первом этапе, увлечь их туда, вовлечь их туда, так же, как и родители. Затем второй этап – это теории надо познакомиться, а что есть теоретические, какие аспекты. Тем более, что работая с наукой, ну, безусловно, это теоретические выкладки. Без них сегодня тоже очень сложно, и, естественно, это профессиональный рост педагога. Ну и практически третий этап – как я это буду внедрять, как я, у кого я что увижу. А что мне могут помочь мои коллеги? А как я это сделаю? Так же, как коллега, и еще и по-другому. А третий сделает так же, как я, и еще и по-другому, и еще по-другому. А в целом я буду являться родоначальником этой технологии, потому что я первая, кто показал, как я это смогла сделать. И ничего, что там были и плюсы, и минусы, это нормально, все хорошо. Безусловно, работая в условиях инновационной деятельности, мы говорим о том, что есть эффекты и есть риски. И вот эффектом инновационной деятельности мы видим, безусловно, это профессиональное развитие наших педагогов, это их личностный рост, это их личностные планы, это их тема самообразования, это освоение новых навыков, это системность в работе, это самоанализ, это создание творческой атмосферы. Я, например, прихожу в учреждение, мне хочется бегом бежать в группы, потому что посмотреть, а что там поменялось, а что там интересного появилось. И вот когда заходишь в такие творческие, где творческие педагоги, ты видишь, а ты не знаешь, что нужно каждый день что-то менять? Нет. Но! Но! Изюминка, педагогическая провокация обязательно должна появиться. Вот тогда это здорово, потому что она вовлечет туда детей, дети побегут туда с горящими глазами. Открытость дискуссии, установление межличностных отношений. Вот такие эффекты, если мы правильно организуем инновационную деятельность, они обязательно появятся в наших педагогах. Ну, о риске, кризис, выгорание мы еще можем сказать. Это может быть и ошибочно выбрана технология, которая нам не под силу и не по зубам, как я говорю иногда. То есть не можем, мы еще коллектив не готов к этим технологиям и к разработке. И не все вот такие вот, да, не все могут это освоить, еще пока что понять, особенно, скажем, научно-методологическую часть. Это сложная работа над собой, это действительно профессиональная, такой серьезная борьба внутри себя, для того, чтобы себя посадить за научные труды, почитать их, познакомиться с ними. Это очень серьезно, да. Безусловно, это и методические риски. Ну, не могу, у меня что-то не получается. Это может быть методический риск? Конечно. Я как старший воспитатель, я вижу, что впереди меня там какой-то даже педагог, он уже что-то другое делает, а я еще тоже не могу освоить вот это вот, что у него там происходит, что, какая вот у него появилась там изюминка, то, чего я не, вот не уловила я, вот не смогла, и под нее я не смогла создать новую форму работы. И, естественно, экономические риски. Какие? А, все время нужно, если мы создаем инновационные технологии, то мы должны как-то изменять условия и об условиях. Я тоже говорила о финансовой риске. Если я откладываю, что я буду стимулировать этих людей, да, они работают в других условиях, они более в напряженных условиях работают, а вот тут мне нужно просчитать, сколько мне нужно финансов выделить так, чтобы действительно у меня не получился экономический кризис, чтобы я выдала заработанный плат. Но это уже работа управленца. Проблемы дошкольной организации. Проблемы дошкольной организации. Мы говорим о том, что вот я уже часть из них вам говорила, да, и отсутствие законодательное, и отсутствие мониторинга, и вот недостаточность обеспечения, мы уже про все про это говорили. Ну вот наши авторские технологии, технологии, о них я тоже вам чуть-чуть говорила, что это Steam, YohoCube и Quantorium. Вот на сегодня мы эти две авторские технологии и находимся в творческом полете. И еще у нас есть, правда, преемственность дошкольного образования и начальной школы в области социализации, эффективной социализации ребенка-дошкольника. Вот эти вот темы мы сегодня разрабатываем с научным сопровождением академической науки. И мы говорим о том, что мы разработали вот такие вот этапы работы академической площадки, это мотивационный этап, это практикум авторов-производителей, о них я вам тоже говорила. Вот в понятие и, скажем, компоненты Steam, YohoCube, Ольга Анатольевна, я извиняюсь, что я не назвала ваше отчество, Соломинова. Вот мы как раз с вами на эту тему очень много беседовали, да, и мы вам рассказывали о том, что эти компоненты будут входить в Steam, YohoCube и Quantorium. В данном случае мы действительно разрабатываем вот с этой кафедры дошкольного образования академической АСОУ, да, Академии социального управления образования. И Ольга Анатольевна, она нам очень помогает в этом плане. Вот тут вот мы с ней дискутировали, а что такое, допустим, технологии деятельности. То есть мы сейчас вот подходим к таким, к новым, уже более осознанным шагам, чтобы вот то, о чем вы спрашивали, компетенция, компетентность, в чем разница, вот мы создадим такой словарь, где все будет понятно вам. И уже не нужно будет копаться заново, а этот словарь мы будем создавать в рамках своей вот этой академической площадки. И у нас сюда вошли сам YohoCube, развивающий Игорь Вячеслава Воскобовича, фирма LTCudits нам тоже оборудование поставила под Steam YohoCube, Наталья Петровна Гришаю, потому что оттуда мы взаимствуем ее темы месячного планирования, да, блочно-тематическое планирование берем оттуда, и элементы, то есть сами игрушки и саму технологию Steam YohoCube, они у нас идут в компоненте по теме месяца. Это используем обязательно фрюбель, даже фрюбеля, или мы называем комод в России, которые нам разработали ассоциация фрюбель-педагогов, и мы с ними тоже очень тесно сотрудничаем. В Кванторе мы работаем с фирмами AOLT Kudits, научные развлечения, вот из Томска нам недавно, ребята, очень вам благодарны и признательны, если есть томские слушатели, передайте им огромное спасибо. Это у нас электронные схемы, да, тоже они на магнитах. Шикарно дети работают, и мы обязательно сделаем для вас методичку, так как и обещали, разработаем. Вот тут рядом со мной Лидия Владимировна, которая этим вопросом занимается очень глубоко, но мы безмерно благодарны, что ребенок может все попробовать там соединить, не соединяемо, ничего не произойдет, травмы не будет у ребенка. Это самое главное и самое важное в ваших вот этих находках. Это, безусловно, и ГИГА, то есть фирма, то есть конструкторы ГИГА и робототехника ГИГА. Это и дошкольный образовательный проект Дошколка.ру, Голованов Александр, с которым мы тоже очень тесно сотрудничаем. Вот так мы в открытом пространстве пошли в разных технологиях, собрали разные продукты разных производителей и все вместе дружно живем, потому что у каждого есть свое дело. В теоретическом этапе мы запланировали вот такой этап работы, обязательно это творческая группа. У вас здесь представлено все, что мы запланировали в этом аспекте. У нас разработан план работы по экспериментальной инновационной деятельности. В практическом этапе мы тоже определили все направления, куда мы будем, как мы будем это осуществлять, Поэтому подушка уже методическая у нас практически готова. Это радует жизнь, что творческая группа так сработала. Но еще могут быть корректировки вполне. Дальше мы говорим об алгоритме профессиональной деятельности педагогов, с чего нужно начинать, прежде чем вы будете заниматься инновационной деятельностью, каково цель и полагание этой инновационной деятельности. Это известные нам все методы и формы работы, это и анкетирование, и тестирование, работа в творческих группах, и мозговой штурм, о некоторых я уже говорила. Дальше. Вторым является это создание условий для повышения квалификации, и это уже мы очень много говорили. Дальше мы говорим об инновационных структурах подразделения, то есть вы можете создать такие рабочие группы, информационно-аналитическую группу, вы можете создать научно-методическую группу и диагностическую группу, которую будет отслеживать, потому что одна рабочая группа, она не сможет. Вот нужно найти, во-первых, каждому делу по душе, те, кто работает в этих группах, и вот их можно в эти группы распределить, чтобы они сами распределились в этих группах, и тогда у вас продукт пойдет действительно такой, какой нужно. Ну, естественно, мы сейчас работаем над созданием единого мониторинга, да, это и управленческий мониторинг, это информационный и педагогический мониторинг, который нам так необходим при работе вот с тем, что мы создадим, и насколько это, что у нас получится. Следующий, мы берем уровни и формы распространения инновационного опыта, но это в далеком будущем, но тем не менее мы это заложили в наш проект, в нашу программу, в нашу ментальную карту, посмотрим, на какой уровень мы сначала будем, ну, наверное, сначала на более низкий, а потом уже будем выходить на более высокий. Безусловно, мы предусмотрели систему стимулирования, я уже вам тоже говорила, что работать в инновационном режиме, это очень сложно, это непросто, это педагог-новатор, это творческий педагог, это отнимает очень много сил, здоровья, потому что нужно очень многое заниматься самосовершенствованием, да, и здесь мы определили, что у нас есть и моральные возможности стимулирования, и материальные возможности стимулирования. Ну и теперь вот немножко о Йохакубе. Игровые авторские стим-технологии для дошкольной организации с конструктором Йохакуб. Йохакуб раскрась, собери, играй, да, стим-технология, что же, смотря аббревиатуру, она уже нам всем известна, да, и расшифровывается как сайлес наука, технология, инженеринг, арт и математика. Вот, собственно говоря, аббревиатура стима, это все переводится с английского языка на русский, ну, звучит у нас так, как естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математика. Все это сочетается в базовом продукте Йохакуба. Стим-образование, мы дали вот это вот понятие, что это такое, и мы его заимствовали тоже у методологов, не надо все изобретать в велосипед самому. Есть такое определение, что такое стим-образование, что это смешанная среда, где обучающиеся начинают понимать, как нужно применять элементарные научные методы. Мы этому обучаем даже уже начиная с дошкольного возраста. В каких формах? Это может быть и в непосредственно образовательной деятельности, некоторые еще до сих пор ведут занятия. В нашей программе у нас нет занятий, у нас есть центры активности, дети работают в этих центрах активности, и у нас вообще своя модель проживания в течение недели. Это клубы по интересам, это использование специального технологического оборудования. Какова основная идея? Идея – это цель, которую мы хотим достичь. Мы хотим создать полный продукт, при котором ко мне придет любой педагог, и он сможет работать с этим удивительным конструктором в 3D и в 2D моделировании. Целевая аудитория. Здесь мы понимаем, что это могут быть и системы дополнительного образования, это и педагоги, это и люди, которые работают в клубах, могут использовать наш продукт, который мы создадим в качестве авторской технологии. Каково назначение? Это объем, конечно, он завораживает детей. И вот совсем недавно, я говорю, у нас мини-научная конференция прошла. Мы посмотрим обязательно в заключении сейчас с вами видеоролик, и что дает вот этот вот объем 3D и погружение ребенка вот в эту конструкцию, когда он идет, несет этого робота. Он такой счастливый, а я говорю, а я знаю, где ты взял этого робота. Это из ее хакуба. Там уже готовые наклейки, а тебе только оставалось собрать. А ну ты сам собирала или как? Нет, вместе с мамой собрали. Ну ты так точно участвовал? Да, конечно, я точно участвовала в этом. Цель кванториума для дошкольников и вообще кванториума, безусловно, это качественное дополнительное образование для детей, потому что строить его в систему, скажем, непосредственно образовательной деятельности мы пытаемся, когда, как клубы по интересам, да, у нас есть такая форма работы клубы по интересам. Один раз в неделю мы даем центр науки, и дети, если выбирают этот центр науки, то они работают в течение месяца в этом центре науки. Ну и, безусловно, это обучение тем кадрам, которые востребованы сегодня нашим государством, это инженерные, естественно, научные программы, обладевание ими детьми. Творческие лаборатории квантумы. Вот что такое кванториум, все системы кванториума, да. И мы говорим о том, что дает это детям, почему, зачем мы этим занимаемся и что развивается в результате использования кванториума у дошкольников. Здесь у вас будет все на слайде, вы это увидите. Что мы в кванториуме имеем в нашем замке детства? У нас есть наука и робоквантумы. В науку мы ввели цифровую лабораторию, химическую лабораторию и биоквантум. А в робототехнику у нас конструирование, алгоритмика и робототехника сама. Вот эти вот составные компоненты. Мы разработали технологическую карту, которая нам пригодится для разработки наших авторских технологий, где возьмет любой педагог абсолютно эту технологическую карту по данному циклу. Или это будет цикл работы детей в центре активности, или это будет в клубе, или это будет в непосредственной образовательной деятельности, как угодно вы назовете, но вам будет легко, вы можете туда привнести и изменить все, что угодно. Я вас благодарю за внимание. Минуточку мы сейчас вам покажем мини-научную конференцию, которая прошла у нас буквально в пятницу, как клубный час. Ну вот, мы отмечали День науки. День науки связан с тем, что Петр Первый издал указ о создании Академии наук. Но еще и в этот день родился Дмитрий Иванович Менделеев, замечательный ученый. Желаю вам хорошего просмотра, и если есть вопросы, пожалуйста, задайте, я готова ответить на них. Здесь вы увидите и малышей наших в Атриуме, которые тоже занимались научной деятельностью, экспериментированием и исследованием. У них были свои лаборатории маленькие. Вот как раз мы сейчас видим малышей наши. Вот как поймать воздух? А это уже... Ученые в костюмах доктора. Как вы думаете? Дети задают вопросы. Потому что не успела мама сшить другой костюм. Вот так пришли. А вообще-то есть ученые, доктора, и у них может быть такая одежда. Так, нет, кто еще не задавал вопросы? Ты не задавала, пожалуйста. Пожалуйста, задавай. Тихо, задавай вопросы. Девочки, идите сюда всем. Таких роботов сделали дети, вы видите модели этих роботов, дети представляли эти модели. Смотрите, ребята, какой эффект получился. Татическое электричество. Создали дыбом, да? Теперь еще раз хорошенько потри и на бабочку на нашу спроектируй. Тут же проводились опыты. Дети показывали эти опыты по освоению научных терминов. Мини-научная конференция у нас уже проходит второй год. Как форма организации работы крупного часа. И на ней присутствует вот здесь, в данном случае, это для старших дошкольников, а для маленьких исследовательская деятельность в Атриуме, где тоже все вместе лежит. У нас тут 4 группы, они там собираются. Номер роботов. Я вас благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить на них. Спасибо огромное за теплые отзывы, за слова. Всего вам доброго. До следующих встреч. Я обязательно опишу вам технологию мини-научной конференции. Родоначальником которой являлась Горшкова Татьяна. Она разработала авторскую программу «Понарошкин мир». Она обучила нашу организацию, в которой я до этого работала. Поэтому это ее технология. Ну, а мы привнесли кое-что. В общем, я ее опишу, и вы сможете тоже воспользоваться опытом работы. При заказе сертификата. Спасибо большое. Всем хорошего настроения, творческих находок. Я очень вам благодарна, что вы были со мной. Всего вам доброго.